Давайте поговорим вот о чем. Давайте поговорим про стройность здоровым путем. Это достаточно актуальная тема на сегодняшний день. Сейчас объясню, почему. Интернет, средства массовой информации, таблоидные журналы, всевозможные издания, которые направлены на фитнес и дальше культуризм, профессиональный фитнес, они все настраивают на такой лад, что люди начинают, будем так говорить, гнаться за идеальным телом. И это с одной стороны хорошо, но с другой стороны и не очень хорошо. Вот давайте на эту тему, в рамках этой темы сегодня продискутируем. И я затрону и образ жизни, я затрону и фитнес, и физкультуру, я затрону и питание. И даже немножко поговорим про контроль за состоянием здоровья. Окей? Поехали. Глоток воды. Ну, давайте я еще раз представлюсь. Меня зовут Кожевников Александр. Я сертифицированный тренер Ассоциации профессионалов фитнеса. Я реабилитолог. У меня высшее физкультурное образование, профильное образование в реабилитации. Я имею опыт в фитнес-индустрии более 10 лет. Опыт ведения клиентов, опыт работы не только с теми людьми, кто пришел, ну, будем так говорить, в тренажерный зал, либо еще куда-то в другое место, встретившись со мной с точки зрения того, чтобы просто выглядеть еще лучше, потому что он, будем так говорить, назовем условно здоровый человек, да? Но также имею опыт работы с теми людьми, у которых действительно ряд проблем в опорно-двигательном аппарате, и необходимо эти проблемы устранить. Ну что же, следующий слайд выглядит вот так. Я не зря вставил в презентацию скульптуры античные. Сейчас объясню, почему. Мы говорим про стройность. Выглядит, согласитесь, что выглядит достаточно естественно, да? И Геркулес Форнеский, который слева находится от вас, и Давид Микеланджело, который находится справа, выглядит достаточно естественно, хотя этим скульптурам очень много лет, и те скульпторы, которые их создавали, наверняка не из головы взяли эти образы. Значит, так могли выглядеть люди в то время. Ну, по крайней мере, можно сделать такое предположение. Дорогие участники, давайте сделаем так. Если у кого-то возникают по ходу презентации вопросы, вы пишите их сразу в чат. Я буду на них сразу отвечать, потому что так будет проще. Тогда вопросов на кухопится в конце очень много, и будет сложно на них все сразу ответить. Поэтому я по возможности буду стараться сразу отвечать. Хорошо? К мужчинам никаких вопросов нет. Дело в том, что и гармоничность развития тела, обратите внимание, ноги, торс, плечевой пояс, руки, в принципе, ну, вот слева у Геркулеса немножечко утрировано, я бы так сказал, от Микеланджело вообще в идеальном состоянии, с точки зрения баланса мышц находится. К нему вообще никаких разговоров нет. Теперь посмотрите, как выглядит женщина. Слева это Афродита, справа это знаменитая скульптура Три Грации. Ничего не бросает вам в глаза на вот этих изображениях. Дело в том, что женщина, в принципе, изначально, она должна выглядеть вот так. Посмотрите на... Ну, извините, что мы затрагиваем столь, будем так говорить, интимные темы. Посмотрите на процент подкожного слоя жира относительно общей массы тела. Раз уж мы говорим про стройность с точки зрения физиологии, давайте немножко углубимся вот в эту часть. Дело в том, что достаточно большой процент подкожного слоя жира, я бы сказал, процентов 20 относительно массы тела. Если так вот посмотреть, я, конечно, не берусь говорить об этом со стопроцентной уверенностью, потому что для этого нужно делать возможные исследования, там, биоэпидансные анализы и так далее, композицию тела, но, в принципе, так вот, на вскидку процентов 20. Да, и это физиологично, это для женщины нормально. То, что происходит сейчас... Так, к нам кто-то подгрузил другую презентацию, спасибо. Вот, мы вернулись. То, что происходит сейчас, это немножечко неестественно с точки зрения физиологии и вообще даже неестественно с точки зрения внешнего вида, потому что в погоне за сухостью, в погоне за рельефом и мужчины, в том числе, и женщины со своими телами делают такие модификации, что порой это уже выходит за всяческие рамки и с точки зрения эстетики, и с точки зрения здоровья, потому что... Но невозможно так набрать такое количество мышечной массы просто на своих собственных резервах. И то же самое относится к женщинам. Женщина, в принципе, неестественная в потере массы тела до кубиков на животе. То есть это для женщины совершенно неестественно, потому что абдоминальная область, вот эта женская, она содержит подкожный слой жира, который является железной внутренней секреции, то есть этот жир выделяет ряд гормонов, которые отвечают непосредственно за женский цикл. Если идет потеря вот здесь подкожного слоя жира до определенной границы ниже, то, скорее всего, велика вероятность, что у такой женщины начнутся проблемы с женским циклом. Забегаю, забегаю вперед просто относительно вот этих слайдов, которые я сейчас увидел. Все-таки, если речь идет о том, что нам надо остаться стройными, нам надо остаться не только стройными, но и здоровыми, с чего же все-таки начать? Давайте подумаем. Начало, начало всего. Надо проанализировать следующие моменты. Недельная активность. Давайте прям по порядку. Недельная активность. Что я имею в виду? Хороший очень тест для определения недельной активности, который звучит так. Сколько раз за прошедшую неделю вы потели минут по 25-30? Спросите себя, Сайя. Если эта цифра будет один-два раза, в принципе, можно предположить, что у вас достаточно неплохой уровень физической активности. Заметьте, я сейчас не имею в виду прогулки до работы, прогулки с работы, пусть даже пешком, в магазин, из магазина. Я не про это. Я именно про физическую активность, которая будет способствовать повышению потоотделения. Почему я об этом заговорил? Да потому что такой вариант нагрузки – это ситуация, в которой обычно вы не находитесь. И организм должен к этой ситуации адаптироваться. Адаптируется он к данной ситуации путем включения дыхательной системы, системы кровообращения, усиления. Раз вы потеете, у вас повышается температура тела, вы охлаждаете. То есть терморегуляторная функция тоже включается. То есть эти все функции начинают работать и тем самым способствуют и укреплению здоровья, и укреплению сердечно-сосудистой системы. То есть вот надо прианализировать, что у вас происходит с недельной активностью. Потому что это действительно важно. Начать надо с этого, с недельной активности. Потому что еще один нюанс очень важный. По недельной активности редко кто из нас может похвастаться здоровым позвоночником, здоровым опорно-двигательным аппаратом. Как правило, у нас возникает в том или ином возрасте, начинаются у кого-то пораньше, у кого-то попозже, какие-то негативные изменения в позвоночнике, в суставах. Так вот, недельная активность и элементарное включение кардионагрузки, я имею в виду ходьба в горку, ходьба в пересеченной местности, легкий бег трусой, езда на велосипеде. То есть даже плавание в бассейне, ну, которое сейчас, к сожалению, не доступно нам, но я надеюсь, что скоро ситуация изменится, все будет хорошо. Вот эта вся нагрузка, она способствует работе суставов, в первую очередь. Эта работа суставов, она обязательно должна присутствовать, если речь идет про какую-то реабилитацию тех же самых суставов в домашних условиях. Потому что если мы ничего не делаем, ошибочным будет тот факт, что мы таким образом защищаем и, будем так говорить, обезопасен своих суставов. Нет, мы их не защитим. Наоборот, защита суставов – это их работа. Проанализировали недельную активность, проанализировали степень гибкости, насколько вы гибки, потому что, я думаю, что со мной многие согласятся, потому что гибкость – это молодость, а косность – это в какой-то степени старость. Немножко некорректно звучит, но, в принципе, смысл передан верно. Проанализировали, насколько у вас подвижны суставы, насколько мобильны суставы, насколько вы выносливы. Под выносливостью я имею в виду выносливость не силовую, с той точки зрения того, что насколько вы можете, например, долго проседать или насколько можете долго отжиматься. А выносливость в целом, насколько вы можете похвастаться тем, что вы можете достаточно долго бегать или ходить, Только не просто ходить, а теринкуром, например, там заниматься, подниматься в гору, либо спускаться, вот эту выносливость. И проанализировать свое состояние опорно-двигательного аппарата. Состояние опорно-двигательного аппарата – это вообще отдельная тема для отдельной лекции, но в рамках сегодняшней я не расскажу сейчас. Так, сделали анализ. Сейчас выяснили, что происходит с четырьмя пунктами, и переходим дальше. Переходим на непосредственно физические нагрузки. Я рекомендую, многие рекомендуют, во многих учебниках, у многих фитнес-гуру нашего времени, на лекциях можно услышать, в книгах можно прочитать. То есть тренируйтесь разнообразно. Не делайте одно и то же. Тренировки, они могут быть совершенно разной направленности. Это и аэробно-кардио нагрузка, это и силовая. Она включает в себя очень много элементов. Классический силовой тренинг в виде работы со свободным весом штанги-гантели. Это может быть функциональный тренинг. Там столько всяких модификаций. Силовой. Стрейч-растяжка. Вот три кита, на котором держится здоровое тело. Выносливость, сила и гибкость. Я прямо по пунктам перечислил. Один, два, три. Надеюсь, всем презентацию видно. Каждый может посмотреть. Кардио нагрузка отличается от силовой кардинально. Стрейч или растяжка – это вообще категорически разные вещи относительно аэробной и силовой. Сейчас я объясню, почему. Вот смотрите. В организме существует такое понятие, как адаптация. Это очень, на мой взгляд, очень неплохой инструмент, чтобы приспособиться к каким-то меняющимся условиям. Именно адаптация позволила нам приспособиться к каким-то погодным условиям, которые происходили очень много лет назад. Знаменитый ледниковый период и так далее. Почему никто не вымер? Потому что адаптировался. И то же самое происходит на тренировке. То же самое происходит во время, после занятий. Вот смотрите. Аэробная нагрузка. Допустим. Возьмем пример. Мы хотим побегать. Встали на беговую дорожку. Бежим. Все хорошо. Правильно? Дыхание работает. Появился спарина. Дальше активное потоотделение. Дыхательная система работает. Пульс. Если он условно низкий, в районе 140 ударов в минуту, это хорошо, это прекрасно. Бежим. Нам здорово. Если еще музыка в ушах работает, то вообще замечательно. Как только вы сошли с дорожки и закончили бегать, через 10 минут, все эти прекрасные процессы потихоньку пошли на нет и закончились. Закончились совсем примерно минут через 40. Хорошо. Давайте возьмем час. Час и такое ощущение, что вы не бегали. То есть организм срочно адаптировался на нагрузку. В этом и разница между аэробной и силовой. Силовая нагрузка. Если мы говорим про здоровье, я имею в виду силовую нагрузку не с точки зрения установления лишних рекордов, а с точки зрения поддержания здоровья и улучшения качества жизни. Это тренировка силовая, которая будет соответствовать примерно 70% из 100 по внутренним таким ощущениям, чтобы не тренироваться в отказ. Вот к такой силовой тренировке мы готовимся, проводим ее, и организм адаптируется и восстановится в дотренировочное состояние через 48 часов. В принципе, в среднем через 48 часов. Можете себе представить, что после кардио на выгрузке час, после силовой, хорошей, которую вы чувствуете, что вы действительно позанимались, двое суток практически. Все зависит, конечно, от физиологического состояния. У кого-то физиология позволяет восстановиться через сутки, например, у кого-то кому-то надо трое суток. Все зависит от возможности организма, от восстановительных возможностей. То есть на период восстановления, который идет на силовой, вам же надо продолжать свою жизнедеятельность. Вам надо питаться. Еще организму надо восстановить мышцы, в которых была микротравматизация. В связи с микротравматизацией возникает маленькое микровоспаление, которое тоже нужно восстановить. Восстановить, возможно, связки нагруженные и так далее. То есть на это все нужна энергия. К чему я это говорю? Так вот, эта энергия может быть взята из... Думайте, откуда? Правильно. Из подкожного слоя жира, если немножечко создать дефицит по калорийности питания. То есть не меняя образ жизни, снизить калорийность. Мы дойдем до этого пункта. Я забегаю немного вперед. И можно таким образом корректировать и контролировать подкожный слой жира. Потому что хорошо позанимавшись и немножко не доев, можно улучшать свои физические качества и улучшать форму тела. Так, стрейч-растяжка. Со стрейчей и растяжкой вообще все достаточно просто. И очень многие растяжкой, к сожалению, пренебрегают, делая акцент на тренировках. Вот клиент пришел в тренажерный зал. Все, я качаюсь, у меня все хорошо. Штанги поднимаю, веса растут. Начал бегать. А где же растяжка? И при том, при всем, он сам говорит, что да я деревянный, да, да я всю жизнь деревянный. Сколько себя помню. Так тем более, почему не растягиваемся? Дело в том, что растяжка – это чуть ли не единственный, наиболее эффективный способ систему возбуждения переключить на систему торможения. То есть, понимаете, у нас в организме, если брать вегетативную систему нервную, симпатическая, возбуждающая, парасимпатическая, тормозящая. Так вот, растяжка спокойная, спокойные движения на увеличение длины мышечного волокна, на увеличение длины фасции, вот этих всех тканей опорно-двигательного аппарата. Вот это все способствует расслаблению и включению, будем так говорить, успокаивающей системы, что очень хорошо влияет на восстановление нервной системы, потому что, если мы говорим про тренировку, то тренировка – это ведь не только мышечная структура. Мы, когда занимаемся в тренажерном зале, это нам круто. Ну, хорошо, не в тренажерном зале, да где угодно. Бегайте на улице, занимайтесь гантельками во дворе своего дома, прыгайте на скакалке где-то в парке, тренируйтесь в тренажерном зале, дома занимайтесь, это неважно где. Любая физическая активность – это состояние стресса, если брать только физиологию в чистом виде. Отбросим все стереотипы и принципы в обществе, того, что это круто, что это многим нравится, что многие получают именно удовольствие от того, что они пришли в тренажерный зал и занимаются железками, о которых они всю жизнь мечтали. Нет, вот не рассматривая это все, а только наш организм возьмем, то тренировка – это всегда стресс, а реакция, которая на стресс – это стресс-реакция, это адаптация. Адаптироваться к тому, что, ну, грубо говоря, три раза в неделю наш организм поместили в состояние, в среду, вот в эту стрессовую, в жесткую стрессовую среду. Вот, и организм на это адаптируется. И, конечно, в счет идет, в ход идет и нервная система, в ход идет и иммунная система, которые тоже работают во время физкультуры, и тоже им надо адаптироваться. И перегрузить эти системы, в принципе, нежелательно. При перегрузке нервной системы сами знаете, что происходит. Они, не знаю, нарушается функция сна, нарушается внимание, у мужчин нарушается либидо, у женщин тоже ряд свойств в организме меняется. Так вот, чтобы этого всего избежать, гораздо лучше будет, если стресс будет сопровождать вас постоянно. То есть аэробная для работы кардиосистемы и тренировки сосудов, потому что аэробная тренировка – это не тренировка сердца. Сердце, понимаете, если мы говорим про тренировку сердца, то это скорее уже к профессиональному спорту, туда. Вот к спорту высших достижений, там, где Олимпиада, там, где рекорды. А это я не хочу называть это прибавкой к здоровью. Нет, там здоровья, к сожалению, нет. Аэробная – это для тренировки сосудов, силовая – это для тренировки скелетной мускулатуры и возникающей адаптации, из-за которой уходит подкожный слой жира, растет мышечная масса, улучшается самочувствие и так далее, и так далее. Вот ряд этих всеми нами любимых побочных эффектов от тренировки как раз тут присутствует. И стрейч. Очень важная тема. Я думаю, что усвоили, да? Давайте дальше. Опорно-двигательный аппарат. Смотрите. Слева – это сегмент позвоночника. Позвонковый позвонок один, два, между ними диск, спиной мозг, фасетки, суставы, поперечки, продольные связки и отростки, и остиски. А вот справа – это изменение в хряще коленного сустава. Я не зря показал вам вот эти два снимка. Сейчас объясню, две фотографии вот эти. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что суставы у любого человека, суставы утренированного и не утренированного, рано или поздно начнут, к сожалению, давать сбой и вопросы задавать. И вопрос здесь будет заключаться в одном. Если вы занимались всю сознательную жизнь фитнесом в рамках здоровья, то, скорее всего, качество жизни у вас изменено не будет. Да, проблемы. Да, суставы теряют свои свойства. Да, гиалиновые хрящи меняются. В нем возникают трозные изменения, связанные у кого-то с возрастом. Может быть, у кого-то артрит возникает вследствие каких-то паданий бактерий. Либо, может быть, какая-то травма запустила процессы. Вариантов может быть много. Но сустав нездоровый только тогда не будет беспокоить, когда он будет окружен мышцами, которые находятся в тонусе, которые сильные, связки, которые крепкие, и связки, которые испытывали нагрузку на себе. И укрепились таким образом. Поэтому укрепляем суставы тренировками. Дело в том, что... Мы заговорили про позвоночник. Вот смотрите такой пример. Ну, допустим, 100 человек в актовый зал. Мы попросили прийти возрастом, допустим, от 30 до 45 лет. Вот в 80 из них будет болеть спина. В той или иной степени, в той или иной времени она болит, она беспокоит. Она время от времени начинает беспокоить. Потом она опять вроде прекращает болеть. Потом опять начинается. Это в результате того возникает... В результате нашего с вами образа жизни. Дело в том, что наш организм не заточен под сидение на одном месте. У нас достаточно длинные рычаги, у нас достаточно крепкие, упругие мышцы и связки. Это все нужно для того, чтобы мы двигались, не сидели на одном месте. И в частности про позвоночник. И в частности про поясничный крестцовый отдел, который нас складает в первую очередь, потому что положение на стуле наше, это абсолютно неестественное с точки зрения биомеханики положение. Положение на стуле, это вынужденная наша позиция, сидя за столом. Обратите внимание, что сидеть, облокотившись на спинку, так как я сейчас сделал, и расслабив спину, это удобнее. А сесть, выпрямиться прямо и прогнуть поясничный крестцовый отдел, это не совсем удобно. Правильно? Конечно. Потому что позиция номер два, она включает мускулатуру. То есть для поддержания вот этого положения, не облокачиваясь на спинку, а сесть ровно, втянуть живот, прогнуть естественным образом спину слегка, опустить плечевой пояс, привести лопатки к позвоночнику, это положение, в котором работают мышцы достаточно много. Мышечная работа – это энергоресурс дополнительный. Поэтому, конечно, проще расслабиться. Но в этом и беда. В этом и беда. Когда мы расслабились, мышцы, окружающие позвоночник, не в тонусе, а их очень много. Это и мышцы нижней части спины, и верхней части спины, мышцы таза. Это все мышцы, которые должны быть в тонусе и зажать позвоночник со всех сторон. Дело в том, что с точки зрения боли в спине и восстановления спины, есть такое понятие, как нейтральная зона комфорта для позвоночника. Что я имею в виду? Вот представьте, позвонок один, сверху диск, вот еще один. Если мышцы в тонусе, то, в принципе, двигаясь и контролируя движение, позвонок ведет себя вот так. Позвонки относительно друг к другу. То есть положение между двумя позвонками, если взять на картинку посмотреть, не меняется, потому что между ними диск. И он не должен защемляться с какой-то из сторон. А в этом и заключается зона комфорта. Если мышцы не в тонусе и позвонок ведет себя относительно другого, хаотично, а это, к сожалению, так и произойдет, потому что атоничная мышца, она не способна схватить, сдержать так, как она должна, то начинает защемляться диск. И позвоночник ведет себя вот так. Позвонки относительно друг к другу. Представляете, это только два. А у нас пять поясничных, семь грудных. Представляете, как он ведет себя относительно? И так каждый диск. Поэтому укрепляем спину, укрепляем мышцы ног, укрепляем мышцы таза, мышцы туловища. Посмотрите, дело в том, что многие слышали из вас понятие, которое заключается, которое звучит так. Мышцы кора. Что такое мышцы кора? Сразу первое, что приходит в голову, это живот, где-то вот тут. Вот прямая мышца живота, косые, боковые, наружные, внутренние, поперечные. Но это не совсем правильно. Дело в том, что к мышцам кора можно отнести практически все мышцы нашего тела. То есть это мышцы, которые отвечают за поддержание позвонка, позвоночника нашего, в нейтральном положении. То есть шейный изгиб, грудной, поясничный и крестцовый. С-образная спина, да? Это и есть нейтральное положение, которое и нужно сохранить в бытовых условиях. Ведь проблема-то основная возникает не в тренажерном зале, когда мы берем какой-то вес с пола и берем его достаточно правильно. А проблема возникает в бытовых условиях. Почему защемляется диск? Почему возникают болевые ощущения? Почему возникают различные воспалительные процессы в позвоночнике? Да потому что систематически возникает, многократно возникает неправильный паттерн движения в той или иной степени. То есть вы живете, например, там, да, и 20 лет, грубо говоря, неправильно поднимаете пакет с пола. А на 21 год накопительный эффект вот от этих 20 лет проявляется в результате того, что, не дай бог, возникают какие-то изменения в тканях либо в дисках, и возникают воспалительные процессы, были ощущения, ой, что-то так. А этот 21 раз у вас был не дома, а вы записались в тренажерный зал и взяли гирьку. И от гирьки у вас случилась вот такая вот беда. И с тех пор, ой, я пошел в тренажерный зал, я сорвал себе спину, это плохо. Да нет, неплохо, дело не в тренажерном зале. Дело в том, что раз уж вы поднимаете в тренажерном зале вес с прямой спиной, так будьте добры делать это все в сознательную жизнь. Не дальше. Возьмем совершенно банальные вещи. Мытье полов, наклон над раковиной, чтобы мыться. Почему в тренажерном зале наклоняясь мы держим спину ровно, а наклонившись над раковиной мы сутулимся и делаем круглую спину. Это тоже важно. Опорно-двигательный аппарат должен работать всегда по одному принципу. Поэтому раз уж вы тренируетесь, то будьте добры держать пояснично-корестцовый отдел и вообще позвоночник ровным везде и в тренажерном зале. И это тоже относится и к здоровью, и к стройности, потому что эта тема очень даже подходит к той теме, про которую мы сегодня говорим, стройности. Потому что никакой стройности не будет, если будет болеть спина. Если спина болит, то не то, что двигаться не можем, спать не можем, ходить не можем, наклониться не можем, чтобы шнурки завязать. Не то уж, не что уж там про бег, про прыжки на скакалке и про активный образ жизни. Нет этого, нет ничего в жизни. Поэтому нет ничего важнее позвоночника и здоровья суставов. Поехали дальше. Смотрите, если речь идет про физиологию и про стройность, то нужно создать дефицит калорий, потому что стройность – это потеря веса за счет жирового компонента. Дело в том, что вы согласитесь, наверное, что красота тела – это не кожа и кости. Красота тела – это красиво сформированный мышечный каркас. Красиво сформированные мышцы, красивые ноги, красивая спина, грудные руки, красивые. Так красота – это мышечная масса. Поэтому, чтобы все-таки ее было видно, надо, чтобы процент подхожного слоя жира был несколько меньше. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно создать дефицит калорийности. Профицит – мы набираем вес, дефицит – мы теряем вес. Все на самом деле очень просто. Добавляем физической активности. Давайте возьмем недельный цикл. Это достаточно удобно. В неделю. Добавляем физической активности и снижаем калорийность питания. И вот эта разница как раз-таки будет способствовать потере веса за счет жирового компонента. И воды, естественно, которую я сейчас не отведаю. Вода уходит быстро. Многие из вас начинали и худели. Может быть, и худеют сейчас. Может быть, и в хорошей форме. Отлично. Обращаю внимание, что как только начинаете заниматься собой, знаете, так активно, то первые нескольких килограмм улетают очень быстро. Так вот, это не жир, это вода. Она всегда набирается очень быстро. Это межклеточная вода. Вода в межклеточном пространстве. Жидкость. И очень быстро ее можно слить. Жир уходит медленно. Физиологическая потеря жира за счет веса, за счет жирового компонента в сутки, это не более 100 грамм. И то я бы сказал, что 100 грамм это многовато. В принципе, в принципе, 50 грамм будет достаточно. Жир уходит медленно. Оганизм с ним остается неохотно, потому что обращали внимание, почему жир откладывается именно в области абдоминальной и в области таза. Сейчас объясню. Дело в том, что там существуют такие жировые клетки, адепоциты они называются, а они как раз-таки и направлены на то, чтобы саккумулировать жировые отложения вот там. И эти клетки устроены так, что избавиться, высвободить оттуда, под кожный слой жира, направив его в кровоток, достаточно сложно сделать. Они неохотно расстаются с ним, поэтому, в принципе, вы худеете везде. А последняя область, в которой хуже всего уходит вес, это правильно. Это область абдоминальная, это область таза. Но вот здесь уже вопрос к вашей мотивации, к вашей стойкости. Все-таки довести дело до конца и не бросить тот момент, в который уже хочется махнуть рукой и сказать, ну, хватит уже, потому что уже я везде похудел, а вот эта часть у меня как-то никак не худеется. Так вот в этот момент как раз-таки скажите себе стоп, я продолжаю работать, потому что две трети пути уже пройдены, и вот тут как раз все ломаются. Поехали дальше. Поговорим про питание. Потому что физические нагрузки – это, конечно, хорошо, но если нет нормально сбалансированного питания, то физкультура вряд ли поможет. Питание, правильно, это ключ к стройности. От питания зависит поступление белков, жиров, углеводов, макро-микронутриентов, клетчатки, воды в организм, витаминов, минералов. То есть это то, с помощью чего наш организм получает все необходимые питательные вещества для жизнедеятельности. Я рекомендую использовать диету LCHF. Это low carbs, high fat – низкий процент углеводов, высокий процент жиров в организме. Дело в том, что у нас ведь энергия может быть получена не только из углеводов, которые, да, они направлены, я согласен, на то, чтобы в конечном итоге превратиться в вещество, которое будет использовано нами в качестве источника энергии, но также жиры тоже к этому относятся. Так вот, я рекомендую ограничить поступление углеводов. Если вы посмотрите на вот эти две схемки, то обратите внимание, что на правой схеме классический, более классический вариант углеводов 40%, белков 35%, жиров 25%. То вот на левой, то на правой схемке углеводов максимум 20%. И это, в принципе, неплохо. Дело в том, что жиры урезать нельзя. Друзья, углеводы, они дают нам только энергию. Жиры, они участвуют в ряде процессов, которые связаны с построением мембранной клетки. То есть они участвуют в построении оболочки клетки. Жиры участвуют в формировании нервных волокон. То есть жиры очень много где участвуют. К тому же вы не забывайте, что уже есть ряд гормонов, которым нужен жир. Это холестерин и стероидные половые гормоны. Они тоже имеют жировую основу. То есть жиры исключать нельзя вообще ни в коем случае из рациона. Белок может быть немного увеличен. Жиры тоже увеличены. Ограничимы углеводы. Вот это и есть диета FCHF. Она выглядит примерно вот так. Обратите внимание, что нижняя, самая большая часть вот этой пирамиды и самая основа – это как раз, смотрите, растительные жиры ненасыщенные. Животные жиры насыщенные, которые тоже очень нужны. Немножко ошибочным будет тот вариант, в котором исключаются животные жиры из рациона. Дело в том, что они как раз-таки участвуют и в формировании нервных волокон, что в свою очередь дает нормальное функционирование нервной системы. То есть животные жиры в виде сливочного масла, умеренно, конечно, в виде естественных и нормальных жиров из мясных продуктов животного происхождения обязательно должны присутствовать в рационе. И растительные жиры тоже должны быть. Обратите внимание, растительные жиры внизу. Дальше, второй строчкой – это мясные продукты, где тоже представлены жиры. Я рекомендую, конечно, если уж речь идет про красное мясо, я рекомендую потреблять говядину. Сейчас я объясню, почему. Дело в том, что температура плавления говяжьего жира в организме 35 градусов. 35 с небольшим, я, честно говоря, врать не буду, не помню с небольшим сколько, но то, что 35 – это точно. Наш организм в состоянии полностью переработать говяжий жир. Температура плавления свиного жира 37,4, по-моему, а вот бараньего 42 или даже 43. Поэтому если речь идет про барана, то в местности той, в которой достаточно жарко, уж если его потреблять в пищу, свинину, да, но ограничено. В основном сделать акцент на говядину. То есть, понимаете, понимаете, почему, да? Крудьючный жир нашим организмам не может быть переработан. Для этого надо создать условия с температурой 42 градуса. Ну, не можем этого сделать, у нас температура тел 36,6. Поэтому приходится, уж если мы едим барана, приходится его есть с горячим чаем. Ну, почему на Востоке пиалка чая горячего, ну, чуть ли не кипитошного чая, вот они наливают себе и едят барана. Так с этим, с этой целью-то и едят. Иначе он задерживается в организме, очень сложно от него избавиться. А если не ем мясо и курицу, а только рыбу? Хорошо, это возможно. Это средиземноморская диета, она имеет место быть. Сделайте акцент. Хорошо, сделайте акцент на рыбу. Потребляйте рыбу. Вы можете употреблять сливочное масло, например, в каких-то, ну, я не имею в виду бутерброд и колбасу туда шмат еще раз сверху. Нет, сливочное масло просто кусочком, например, там, отдельно утром, либо перед обедом минут за 40. Маленький кусочек для физиологически, для восполнения недостающих жиров. Если это возможно, если это не противоречит вашим принципам, пожалуйста, ешьте индейку. Пожалуйста, ради бога. То есть индейка, курица, рыба, ну, у нас у всех... А как же инсулин от масла? Простите меня, что у нас с инсулином от масла? Дело в том, что инсулин – это гормон, который является проводником глюкозы из крови в клетку. Ну, как работает инсулин? Смотрите, вот кровяное русло, да, вот я ручку взял. Вот в нем, вот в кровяном русле, внутри, в сосуде, плавает много глюкозы. Глюкоза – это конечный вариант расщепления и абсорбции углеводов. То есть ели какой-то углевод, он процесс пищеварения весь прошел полностью, полностью расщепился, абсорбировался в стенке кишечника, он абсорбировался и получил с кровью глюкозу. Вот она плавает. Инсулин, выделяемый поджелудочной железой, берет эту глюкозу, захватывает ее, молекулу глюкозы, специальным рецептором, через рецептор, запускает ее в клетку. Вот чем занимается инсулин. Причем тут масло. С холестерином? Может быть, вы про холестерин говорили? С что, мне нужно сказать. Почему? Да. Так, все. Ну, смотрите, я говорю, что масло в течение дня, пожалуйста, я имею в виду, что лучше это сделать не вместе с чем-то, а, например, отдельно. Потому что вместе с чем-то сливочное масло, если в сочетании, например, с кашей или с каким-то хлебом, оно будет сильно увеличивать инсулиновый индекс, это будет не очень хорошо. Смотрите, берем под контроль углеводы. Кушаем углеводы с таблицей низкого и среднего гликемического индекса. Белка потребляем не выше 1,8 грамм на килограмм веса. Жиры, конечно же, нужны и насыщенные, и ненасыщенные, и животного происхождения, и растительного происхождения. Конечно, акцент, в принципе, акцент по жирам лучше сделать на жирах растительного происхождения. Животные тоже оставляем обязательно. Омега-3. Так вот, смотрите, омега-3 – это ненасыщенные жирные кислоты, которые являются незаменимыми. Они не могут быть синтезированы нашим организмом, и они должны поступить только извне. Так вот, омега-3 надо употреблять на постоянной основе. Это линолевые, элькозабентаиновые, доказагексоэновые. Вот эти три аминокислоты, которые должны быть в идеале поступать с морепродуктами. Поэтому, если вы делаете акцент на рыбу, это очень хорошо. Продолжайте, это здорово. Поступит обязательно. В нужном количестве омега-3 на постоянной основе сохраняем. Если кому-то охота попить биологически активную добавок омега-3, смотрим на происхождение. Если, в принципе, достаточно сложно соблюсти условия для производства омега-3 в море. Там нужен аргоновый газ, там нужны специальные условия для того, чтобы запечатать эту капсулу. Она не должна, масло это не должно прогоркать, и оно должно быть сохранено в холоде, довести. Поэтому, скорее всего, чем дороже будет омега-3, тем бат, я имею в виду, тем лучше. Потому что вряд ли за 200 рублей этот бат будет соответствовать всем вот этим вот нормам. Смотрите, клетчатку. Клетчатку потребляем до 40 грамм в сутки. Это рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Клетчатка – это пищевые волокна, они являются нерастворимыми. Питание после 60 плюсов остается таким же. Да, конечно, все зависит от состояния вашего организма, что у вас с анализами, что у вас с работой системы. Но, да, основа питания – это растительные жиры и овощи, да, рыба, да. Это очень хорошо будет мясные продукты. Обратите внимание, что я ни слова не сказал про сладенькое, вкусненькое. Сами понимаете. Запись вебинара будет. Слушайте, это к организаторам вам надо обратиться. Я думаю, что они разъяснят ситуацию, я даже врать вам не буду, не знаю. Смотрите, что происходит с клетчаткой. Клетчатка, я сейчас расскажу вкратце, время уже немножко заканчивается у нас. Клетчатка – это то, с помощью чего питаются полезные бактерии в нашем кишечнике. У нас есть негативные, вредные бактерии в кишечнике, гнилсные, а есть полезные. Так вот, полезные бактерии питаются как раз клетчаткой. Клетчатка, а полезные бактерии – это иммунитет. Чем больше клетчатки пищевых волокон нерастворимых попадает в кишечник, тем более среда, флора полезных бактерий насыщенная. А правильная и корректная работа кишечника, во-первых, это комфортно, это правильно. Во-вторых, это иммунитет, который непосредственно и отвечает за нашу жизнедеятельность. Поехали дальше. Так, ограничить в питании нужно глютен, лактозу, казеин и лектин. Глютен, сами понимаете, вот смотрите, глютен и лектины – это вещества, которые находятся в зерновых, в крупах. Лактоза и казеин. Лактоза – это молочный сахар, он содержится в молочных продуктах. Казеин – это белок, который возникает в результате сквашивания молочных продуктов. То есть, это белок, который содержится в кисломолочных продуктах. Если есть непереносимость вот этих вот компонентов, вы почувствуете ее сразу, непереносимость возникает в результате. Непереносимость того или иного продукта – это вздутие, простите за пояснение, послабление стула, это несварение, это газообразование. Вот эти все, если эффекты возникают через, например, 40 минут, либо час после того, как поступил тот или иной продукт, вот из этих можно, в принципе, предположить, что что-то не усваивается. Дело в том, что эти четыре вещества влияют на то, что в кишечнике выделяется такое вещество, которое называется занулин. А это вещество, сейчас я открою следующий слайд, через слайд, вот. А это вещество занулин влияет, вот смотрите, это эпителиальные клетки кишечника. Это очень крупно под микроскопом. Так вот, занулин выделяемый расширяет вот этот просвет между эпителими. Обратите внимание с правой стороны. Просвет расширяемый создает такой синдром дырявого кишечника, СДК. Может, вы слышали. А этот синдром ведет к ряду нарушений. Это нарушение всасывания. Вот внизу аутоиммунные заболевания могут возникать из-за этого нарушения всасывания тех или иных веществ. Это усиленная работа гемоэнцефалического барьера. Это барьера мозга, который не пускает питательные вещества к нашей голове. У нас существует такая система. То есть старайтесь исключить, вот, по крайней мере, не исключить, а ограничить вот эти продукты. Потому что, скорее всего, на них может быть у вас какая-то реакция. Если не будет реакции, будет все здорово. И тогда потреблять можно. Запоминаем, да? Если после выпивания стакана молока, либо после того, как вы съели творог, у вас через час-полтора газообразование, несварение, вздутие, либо со стулом что-то не так может быть на следующий день и так далее. Если вот это продолжается, то ограничиваем. Если нет, потребляем спокойно. У вас с экспериментами все хорошо. Транс-диомеры жирных кислот, либо транс-жир, исключить полностью из рациона, ВОЗ после 2009 года вообще запретил употреблению транс-жира. Так, дорогие друзья, я прошу прощения. У нас ограничения по времени. Все, последние буквально несколько слов. Большая тема. Очень бы хотелось еще продолжить разговор. Смотрите, последний пункт. Контролируем состояние здоровья. Какие анализы надо сдать, с какими анализами пойти к терапевту для того, чтобы он посмотрел, все ли хорошо с вашими системами. Как программа. Это анализ, ну, простите, КАО, да, в котором, понятно, абсолютно будет развернутый такой большой лист, на котором все будет написано. Как расщепляются жиры, как расщепляются белки, что с белками, что с пищевыми волокнами, какие волокна остаются в неизменном виде. На которые, какие волокна меняются. То есть, это все в анализе будет вот так понятно. Терапевт возьмет, все посмотрит и скажет, слушайте, у вас ферментами в печени у вас что-то не то. То есть, это из этого анализа будет понятно. Дальше. Общий анализ мочи. Мы смотрим там PH, смотрим белок в моче, анализы мочи, будет все понятно. Дальше. Общий анализ крови. Смотрим на гемоглобин, гематокрит, смотрим на скорость оседания итероцитов. Общий анализ крови дает представление о работе крови. Дальше. Глюкозу смотрим для работы поджелудочной. Биохимию крови смотрим на то, что происходит с холестерином, с липопротеинами высокой и низкой плотности. Это... Ой, как бы хочется вам это все рассказать, но уже времени нет. Ладно. Короче говоря, биохимию крови сдаем. Глюкозу крови сдаем. И сдаем гормоны. ТТГ – это гормон териотропный с передней долей сомы гигипофиза. Это Т4 – гормон щитовидки, антитела. И гормон инсулин тоже нужно ждать, чтобы посмотреть. Дорогие друзья, простите, время вышло. У кого останутся ко мне вопросы? Вот мой профиль в Инстаграме. Я на него всегда отвечаю, я активен. Пожалуйста, к супруге моей Кожевниковой Дарьи тоже можно обратиться. Ее профиль ниже. И наш профиль Benefit Network, на котором тоже моя супруга сейчас, Дарья, расскажет. Кроме Инстаграма, как можно с вами связаться? Тренироваться. Тренироваться с нами можно, кроме Инстаграма. Пишем в Инстаграм, я всем отвечу. Спасибо всем большое. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал Игорь Негода.